Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы очень хорошо общались с молодым человеком на протяжении полугода. Он переехал и на фоне этого общение сошло на нет. Я привязался к нему и было сложно его отпускать. Через два года мы выдумали мы снова возобновили общение по моей инициации. Но каждый раз, когда он называет меня по имени, мне сложно сконцентрироваться на разговоре. Если это положительный разговор, то я начинаю чуть ли не пищать. И так, когда довольно серьезный, могу заплакать. С чем это связано, может еще остались чувства и привязанность. Но чувства и привязанность, на мой взгляд, остались очевидны. Потому что думали вы два года, через два года возобновили общение. Совершенно очевидны, что чувства у вас есть. Совершенно очевидны. Другой вопрос. Что это за чувства? Какие это чувства? Это другой вопрос. В этом смысле. То есть, вот, привязанность? Да, привязанность у вас есть. В следствии чего у вас привязанность формируется. Это интересный вопрос. Потому что обычно привязанность такая вот серьезная формируется тогда, когда человек в той или иной степени идеализирует другого. В данном случае, вы, судя по тому, что я могу видеть, идеализируете мужчину. Вот. Понятно, что я не скажу вам, как. Я не скажу вам, за счет чего вы его идеализируете. Потому что нужно здесь несколько более подробно с вами поработать. Для других над вами поработать. Чтобы понять. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, вы действительно привязаны к мужчинам. И привязаны вы к довольным фирмам. Поэтому, 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 да, привязанность вам вероятно нужно несколько снижать. Снижать. А что касается чувств, то, на мой взгляд, остались и обиды какие-то. Вот. Ну, остались, конечно, и чувством, скажем так, более, ну, более, более позитивные, на мой взгляд. на мой взгляд. Вот. Так что, здесь, нужно, опять же, смотреть. А, я бы предположил, я бы, вот, ну, я бы предположил, что речь идёт о том, что, что, человек имеет, много вас, над вам. Я бы вот это предположил. снижаться. То есть, ну, слишком сильно на вас он влияет. Как мне кажется. Вот. так что, это влияние необходимо снижать. Конечно, если вы в этом заинтересованы. если вы этого хотите. Вот, вот как то, как то как так, я бы, я бы вам ответил. с точки зрения психологии И с точки зрения психотерапии. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам самого хорошего.